Мне нравится, как автор рассказывает довольно неочевидные вещи, подавая их как очевидные. Так, в общем, людям заходит. Надо так и продолжать. Видели советский мультик про Маугли? Вот такой мультик. И там была ещё пантера такая, Багира. Все из себя прям дамочка. А в книжке у Киплинга в оригинале она вообще-то мужик. Самец получается. В американском мультике тоже мужик. В общем, нормальное мужское имя. Багира. Ладно, я в курсе, что вы про это знаете. Ну, просто забавно, что в советском переводе решили, там, и в книге, и в мультике, ну, пусть будет женского рода. То есть если бы они там смогли рыбалку обсуждали, или тачки, или как баб клеить они могли, то в этом случае хз как переводчики бы выкрутились. Ну, понятно, что переводили исходя из окончания «а», которое в русском языке указывает на первое склонение. Ну, считай, скорее женское, чем мужское. При этом Акела, он же тоже на «а», но на него никто не посягнул. Всё почему? Волк слабее льва и тигра. Ну, конечно, понятно. И сова из Винни-Пуха. Кстати, тоже в оригинале мужик, а у нас, вон, тётенька. Могли бы и филином перевести из уважения. Не, я, конечно, понимаю, что филин – это не муж совы, а ворон – это не муж вороны. Ну, всё-таки есть вопросы какие-то к таксономии и в орнитологии. Ну, и к переводчикам тоже. Ладно, в советских переводах, оказывается, всем насильно меняли пол. Почему вообще такие вещи происходят? В том числе, потому что в английском, дескать, нету категории рода. Вот взять чайник – это кто? Мужик или тётенька? В русском языке – скорее мужик. В английском – хз, кто угодно. Я помню, в первом классе школы ещё столкнулся с этим. Типа всё неодушевлённое в английском – это средний род. То есть стол, стул, машина, ручка, вилка, ложка и прочее – это всё это. И куча одноклассников моих. И я в их числе поначалу путались и на автомате говорили хи или ши про какой-нибудь там стол или книгу. И ещё это. Про животных училка тоже сначала говорила, что никаких хи или ши про собаку или кошку. Обязательно – ит. При этом тут же рядом в учебнике был текст про охуевшую собаку. И вот там эта собака была вполне себе хи. Не, ну там поступили, конечно, уточнения потом. Мол, собака, конечно, ит. Но как только речь заходит о том, что это, дескать, хороший мальчик и т.д., то можно уже и на хи, и на ши перейти. А там и до мистера недалеко. В общем, дело не в количестве собак. Дело в личности, что за ними. Тем не менее, если вкратце сводилось к такому. Всё, что не мужчина или женщина, по умолчанию – ит. Ну, окей. Хороший подход. Всё очень просто и логично. Думал я добрые десяток лет. И потом раз, блядь, выясняется корабль женского рода. Да, слово «ship» в английском женского рода. Любой корабль. Мэйфлауэр, бисмарк, летучий голландец. Блин, даже варяг женского рода. Ну, полюбуйтесь. Ну и «Титаник», понятное дело, тоже. Если кораблей несколько по одинаковому проекту сделано, то это «sistership», как у «Титаника», например. А если у корабля первый рейс или поход – это «Maden Voyage». И получается, что все эти броненосцы Потёмкины, бисмарки, даже адмирал Иван Фёдорович Крузенштерн – они все как миленькие ходили как раз вот в такой «Maden Voyage». Ну, уже дальше по ходу моей биографии появились всякие девочки среднего рода в немецком и женщины мужского рода в исландском. Да и как-то параллельно я осознал, что слово «мужчина» в русском языке, оно, скажем так, по женскому типу склоняется. Короче, я думаю, надо про это сказать. Когда мы говорим про род в языке, в первую очередь имеется в виду грамматический род. Это когда у глаголов, например, разные формы. «Я сказал, ты сказала». Или у прилагательных «красный, красная». Либо, ну, взять склонение «нет стола, нет стены». Это тоже пересекается с категорией рода. Короче, во всём этом род прямо влияет на саму форму слов. И далеко не все языки могут такой деталью похвастаться. Русский язык, например, может. А чё про английский? Вот в олд-энглише такого грамматического рода было хоть… Были прям вещи мужского и женского рода. Стена, например. Мужского рода – подарок женского. Одни слова склонялись вот так, другие – вот так. Ещё были женские женщины и мужские женщины. Вот этот знаменитый «withman», который сейчас эволюционировал в «woman». Но в 2021 году в английском ничего подобного нет. Почти ничего не склоняется, почти ничего не спрягается. Род в нём сейчас есть только, ну, скажем, семантический. То есть максимум, что есть – это понимание, что «she» – это про женщин, «he» – это про мужчин. Да и то я не был так уверен. Мне кажется, скоро поплатиться за такие слова придётся. Ну и иногда «he» и «she» – это про животных, если мы хотим их немножко очеловечить. А всё остальное – «сталый, стулья, вилки, ложки» – это «at». Так в школе обычно и рассказывают. Но на самом деле… Ни хрена. В английском языке всё-таки есть «отдушина». Это род анафорический. Это вот как раз про корабль. То есть, когда есть хотя бы частичная метафора. Вот эта неодушевлённая героина – это какого-то там рода. В данном случае «she». Или вот в этом случае. Бульк. Джин в коктейле. Там, короче, женского рода. А бывает, что и без метафор, если это просторечие. Какая-нибудь там табуретка запросто обозначается как «he» или «she». И знаете, что самое главное? Как бы это ни было плачевно для многих из вас, в английском языке тут полный феминизм. Очень многие неодушевлённые вещи нет-нет да и относят к женскому роду. Причём сильно чаще, чем к мужскому. Вот я с 8 марта опоздал, да? Ну ладно. В общем, множество вещей в английском может восприниматься как «она». Трактор, поезд, самолёт, универ, город, ураган, вулкан – что угодно. Представьте какого-нибудь русского или советского деда, который свою классику «ласточка» называет. В английском языке похожая ситуация. Ну, во-первых, всё, что ездит. Самолёты для пилотов или какие-нибудь «спейс-шаттлы» – это тоже может быть «она». Ну и то, что плавает. Ходит по воде. С кораблями, кстати, обычно как объясняется, англичане – это нация мореплавателей, любят корабли как женщин. И вот сейчас спецы по стилистике – это «ши» не одобряют. Мол, оно устаревшее, нехрена называть корабль «ши». Но по факту, пожалуйста, открыть ту же самую Википедию и… Чё мы видим? Ну, в общем, можно хоть обзапрещаться. Но корабль пока что много где ещё остаётся женского рода. Что ещё там женского рода может быть? Ну, пожалуйста, универ или колледж. Кстати, неудивительно, это же альма-матер. Ладно, церковь. Да чего уж там, целая страна, особенно если она в образе. Ну, это может быть и в тех случаях, когда это не просто Бреттин, а целая Британия. Ну, и не только государства, вдобавок ещё и города. Сами по себе. А, насчёт городов. Вот в немецком и голландском слово «город» – «die Stadt» – женского рода. То есть, в голове у какого-нибудь немца само понятие «город» – это «она». Но каждый конкретный город, то есть Берлин, Москва, Нью-Йорк – это уже средний род. «Es». И чего получается-то? Мне очень бы хотелось сказать, что даже «Kranstadt» женского рода, ну, «die Stadt». Но хрен там. К сожалению, по-немецки он среднего. Так, всё, что касательно природных явлений или объектов, как вы уже поняли, тоже может быть женского рода. Берегите природу, мать вашу. «The Volcano» – это популярная туристовая аттракция. И там было несколько сотен людей, которые были на земле. «And the waters continue to mold the lives of those who grow up on her banks». Ну и, к слову, вообще любая вещь, которая вам дорогая, к просторечии, может быть «she». «Вау». «She's a beauty, ain't she?» «Yeah». «We have, we have, she is here. So let's go. So it's kinda heavy. But, like, not in a bad way. I just have, like, the air, so it's gonna be a bit of a difference». И тут большой вопрос, можно ли это дальше уже называть анафорическим родом? Какая же тут метафора? Может быть, это просто нестандартная грамматика? Ну, как бы то ни было. Что насчёт мужиков? Ну, я же говорил, что тут всё пропитано феминизмом. Поэтому в английском языке мужским родом в первую очередь обозначается смерть. Выходит, этот самый… Это не как у нас говорят «старуха с косой», а просто мужской скелет с косой. Да и, если честно, я хозяин, я не знаю, почему говорят «старуха». Я ни разу не видел, чтобы смерть кто-то рисовал как старуху. Там всегда скелет в толстовке. Что ещё бывает he? Ну, в обиходной речи, эпизодически, какая-нибудь мелкая запчасть либо товар. Есть ещё эта дебильная манера какую-нибудь мелкую штучку называть bad boy. Все эти обозначения вещей в мужском роде в любом случае встречаются намного реже, чем женский род. Ну, и кто там ещё, мужик? Речка Тамза, кстати, мужик. Father Тамза. Это уже про метафоры. На эту тему я уже говорил. Можете посмотреть наш ролик про географию. Причём не один. А ещё есть такое словечко, ну, или было. Man of War. Man of War. И само это слово означает «парусный военный корабль». Обычный, тяжело вооружённый. Старуху самовар, будем слушать мановар. Словарь говорит, что когда-то давно употребляли man в значении корабль. Например, merchant man. То есть мужские корабли при желании тоже были в наличии. Так, ну, в целом выходит, что в английском языке у неодушевлённых вещей вроде нет мужского женского рода, а вроде он есть. Я же говорю, конченый язык. Единственное утешение, что те немногие, кто учат русский, должны каким-то образом отапливать, что стена – это женского рода, окно – среднего, а какой-нибудь колодец – мужского. Ну, ничего, я с вашими перфектными сабжанктивами мучился. Вот и вы сможете. Я в вас верю. Любители русского, как иностранного. И теперь серьёзно. Пару слов про политкорректность и нейтральность. Вы, как прогрессивные, вне сомнения люди, уже давно знаете, что традиционное разделение на мистер, миссис и мисс – уже одной ногой практически архаизм. И к женщинам неплохо бы на письме, да и не только на письме, обращаться как просто мэз. Именно вот так вот. Пишется как мэз, а читается это как мэз. Через за. Было бы удивительно, если б также не завелась такая штука, как мэкс. Мэкс. А появилась она ещё и в 70-х годах, кстати, судя по всему. Угадайте, для кого она задумывалась. Читается ещё раз как мэкс. Про неё много говорили в своё время, но, если честно, что-то сложно найти. Реальные примеры употребления, поэтому, если что-то видели, дайте, пожалуйста, знать в комментах. Кроме того, и об одном человеке в третьем лице иногда вежливее говорить «they». Именно об одном. Это и раньше использовалось вовсю, особенно в неопределённых лицах. Что в русском языке, тебя к телефону зовут, сказали, что ты мудак, к тебе пришли. Что в английском. Или, я не знаю, у нас тут в школе, например, когда мы с преподами по рабочим вещам говорим. Мол, сегодня на занятия придёт вот такой-то студент, во столько-то. Его надо определить в такую-то аудиторию. В английском в этом случае, естественно, уместно будет «they». Потому что даже полстудента в этом случае вовсе не обязательно указывается. Кстати, записывайтесь к нам вот сюда на пробные занятия. Если вам нравится этот канал, то на уроках у нас, скорее всего, вам зайдёт ещё больше. С занятий уйдёте вот таким вот. Ибо мы всегда стараемся уроки проводить максимально интересно для студента, да ещё и по дороге кучу неочевидных приёмов и нюансов отрабатываем. А если вы, скорее, интроверт, то гляньте нашу онлайновую зарубу Battle for Britain, которую мы с Саней Якимовым делаем. Построматический синдром не обещаю, но на её сайте тоже есть пробные миссии. Распробуйте, что к чему. Ссылки и на то, и на это будут в описании к данному фильму. В общем, я про «they» говорил. Singular Day. Такой вот «they» абсолютно нормально использовать в принципе про людей в единственном числе. Особенно, когда они нам больше известны только своим родом, деятельностью или ролью. The customer, the patient, your partner. Всё что угодно. Вот в этом случае о них в третьем лице можно говорить как «they». Так вот, естественно, что при этом, как сказать, небинарные люди предпочитают именно вот такое местоимение. «they» вместо «he» либо «she». В том числе и в соцсетях у себя с порога указывают, как лучше к ним обращаться. И это далеко не единственный вариант такого необычного местоимения. Вот более или менее расширенный список. На любой вкус и гендер. Часто говорят, что я слишком быстро материал прогоняю. Так что можете пока ознакомиться. Там в конце уже чё-то какой-то голландский идёт, по-моему. Пишите в комментах, какое местоимение вы себе выбрали. Все, кто не отпишет, отменим вас через десять лет, короче. Так, бонус. Это же языковой канал. Вам, наверное, интересно, что же я думаю про феминитивы? Ну, конечно же, неинтересно. Но надо вбросить своё мнение ценное с запозданием в пару лет. Я сейчас про русский язык, конечно. Не как лингвист, а больше просто как его носитель. В общем, дела такие. Моя врач звучит откровенно хреново. Мой врач сказал «а». Ну, так себе. Получше, конечно. Но очевидно, что тут лакуна какая-то в языке. Надо придумать выход. Хорошая, конечно, идея – адаптировать слова под пол человека. Но надо ли при этом ко всему, что плохо лежит, лепить неуклюжие и неблагозвучные суффиксы типа «ка», то есть чё, «врачка»? Либо просто комические, типа «врачиня» или «врачашца». Если я правильно понимаю, то большинство людей бесят, в первую очередь, звучание этих неологизмов, а не какая-либо идеология. Но вот и чего придумать. Врачевательница. Было бы, конечно, норм, но тоже слишком пафосно и длинно. Короче, придётся терпеть врачиху. Вот пловчиха же всем нормально заходит. Так что, видимо, и к этому придём через пару поколений. Либо все уже согласятся над докторшу в кои-то веки. Да, именно «ша». Вот обратите внимание, во многих случаях по звучанию «ша» гораздо более нейтральный суффикс, который всем заходит. Вот как по мне, авторша, блогерша, блин, я хз, нормально вроде. Особенно если до истории этого суффикса не даёбываться. Прогнозирую вот такой общественный компромисс на «ша», когда всё это буря эмоций схлынет. И если прямо ещё сохраниться, это острейшая проблема. Это невероятнейшая нужда обозначать гендер человека, который, напоминаю вам, всего лишь социальный конструкт и не особо-то имеет значения. Но, вообще, я так скажу, пока тут борьба за женские суффиксы идёт, в английском, наоборот, уже целая буря отгремела против женского словообразования. Никаких actress – только actor. И никаких stewardess – только flat attendant. Вкратце, чем меньше, мол, указаний на полчеловека, тем лучше. Том, том, том. Том, том. Том, том. Том, том. Продолжение следует...